Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Самарский бизнес обновляет парк контрольно-кассовой техники. Сколько современных аппаратов уже зарегистрировано и как в налоговых инспекциях обучают навыкам работы с онлайн-кассой. Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель начальника контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Дмитрий Станотин. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович! Здравствуйте! Если говорить в процентах, да, в процентном отношении, то сколько уже кассовой техники новой зарегистрировано? Можете сказать? Да, ну, на текущий момент, вот, постоянно сегодняшнее утро можно уже говорить приблизительно 40%. А в день, вот, чтобы мы представляли темпы и масштабы? Дни тоже разные, праздничные дни, предпраздничные, то есть в среднем колеблется цифра от 150 касс до 250 в день. Постановка на учет. А какая дата Х? До какой даты должны быть установлены новые кассовые аппараты? Ну, для основной категории налогоплательщиков, для большинства, скажем так, это 1 июля текущего года, является основной датой, по которой будет отмеряться уже вступление на территорию Российской Федерации в силу всех положений федерального закона. Но при этом те категории, которые прямо предусмотрены в федеральном законе, а именно системное огложение ЕНВД, системное огложение патент, для них отсрочка до 1 июля 2018 года. То есть у них будет еще время около года, ну, год ровно, для того, чтобы спокойно, планомерно перейти на использование кассного образца. Да, планомерный переход. Вот есть разные сферы бизнеса, есть торговли, есть услуги. Вот есть какие-то, и здесь какая-то разница? Да, конечно. Ну, для услуг, также для патента ЕНВД отсрочка еще на год, но это только речь идет об услугах населения. Если услуги оказываются юридическим лицам, то 1 июля текущего года, для этой категории. Также это дата. По товарам, реализация этого товаров по всем категориям, кроме ЕНВД и патента, по ним срок 1 июля текущего года. Вот мы знаем, что торгуют не только в таких благоустроенных магазинах и торговых центрах больших, но еще и на рынках, еще в каких-то там местах, где просто выкладывают непродовольственные товары, допустим, вот для этой категории. Тут ситуация следующая. То есть, надо тоже разделять продовольственные товары и непродовольственные товары. Если с продовольственными товарами все понятно, этот перечень указан прямо в федеральном законе, а я говорю о перечне, который подпадает по классификации действующего законодательства, который освобождается от применения контрольно-кассов этих аппаратов, а именно на рынках, за исключением специально оборудованных помещений, лотки, павильоны какие-то оборудованные и так далее. А касаемо непродовольственных товаров, совсем недавно, в апреле этого года, в прессе МРФ подписано распоряжение, утвержден перечень непродовольственных товаров, расчеты по которым должны применяться с использованием контрольно-кассовой техники нового братца. Но сразу оговорюсь, чтобы не пугать наших налогоплательщиков, которые никогда не применяли контрольно-кассовую технику на рынках при продаже непродовольственных товаров. Положение это вступает, как и все остальные положения, 1 июля 2018 года, поскольку раньше в законе было прямо предусмотрено, что те, кто раньше был освобожден от применения ККТ, до 1 июля 2018 года могут не применять. Вот это тот случай. Но при этом торговцам непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и выставочных комплексах надо иметь в виду, что через год к ним будут приявлены требования по применению контрольно-кассовой техники нового братца. Скажите, а в Самарской области это же по всей стране переходит? В Самарской области есть своя специфика перехода какая-то или нет? Ну, специфика есть в каждом регионе. Я оговорюсь сразу, что помимо тех исключений, которые по видам предусмотрены в федеральном законодательстве, также предусмотрено право не применять контрольно-кассовую технику нового образца на тех территориях, где неустойчивый сигнал интернет и труднодоступных местностях. То есть, если говорить по Самарской области, труднодоступных местностей у нас нету по сравнению с тем же Крайним Севером и так далее. А вот с неустойчивым сигналом интернет ситуация другая. Были утверждены критерии Минкомсвязи. На основании этих критериев каждый субъект, в нашем случае правительство Самарской области, утвердил перечень территорий, на которых этот сигнал устойчив, на других, соответственно, принимается, что сигнал неустойчив. И именно в этих границах налогоплательщики обязаны будут применять контрольно-кассовую технику нового образца, но при этом не обеспечивать выгрузку данных онлайн через интернет. И не заключать могут договор с ОФД. Это оператор фискальных данных. Ну, для примера, Самарская область, все города, которые расположены на территории Самарской области, они признаны с устойчивым сигналом интернета. А также туда попал Рощинский и Кеннель-Черкасса. Все остальные местности признаны с неустойчивым сигналом интернета. И на их территориях можно применять контрольно-кассовую технику нового образца, но без выгрузки данных в интернет. Ну, вот эта ситуация, она же может поменяться. Сигнал может быть вследствие каких-то действий устойчивым установиться. То есть это будет все отслеживаться или на какой период? Ну, период пока тяжело сказать. По критериям было определено по численности населения. То есть основным критерием, который при дроблении, скажем так, территории по сигналу интернета, был признан критерий населения, 10 тысяч человек. И правительство Самарской области утвердило именно такой перечень. Этот перечень можно подробно посмотреть на сайте правительства Самарской области и на сайте налог.ру в нашем региональном разделе 63.ру. Вот есть такое утверждение, что информация об онлайн-расчетах может быть индикатором здоровья и экономики страны. Как это все можно понять? Почему она может быть индикатором? Что она определяет? Ну, тут ситуация следующая. На самом деле, немножко назад вернусь, как вообще этот закон родился. Разрабатывался он достаточно долго. был опробирован на наряде субъектов. Оценен опыт всех стран, в том числе и стран СНГ, которые давно уже работают на похожей системе использования контрольной кассовой техники. Ни для кого не секрет, что теневой сектор экономики, он значительен в нашей стране. И государство всеми своими силами пытается создать благоприятные условия для честной конкуренции. Потому что зачастую многие налогоплательщики прибегают к незаконным способам, в том числе, всем известно, и скручивание контрольной кассовой техники, и вмешательства какие-то технические зачастую выявлялись налоговыми органами при проведении проверок. И все это приводило к тому, что налогоплательщики были в неравной среде. То есть при определенных равных условиях кто-то торговал честно, при этом нес все время налоговой нагрузки, а кто-то различными ухищрениями пытался как-то избежать налоговых отчислений и не отражать всю выручку и так далее. Поэтому если говорить про честную конкурентную среду, это, наверное, главное, что планируется достичь при применении ККТ на территории Советских Федераций именно нового образца, поскольку техническое вмешательство в нее будет практически исключено. А если попытаться, то фискальные накопители будут блокироваться и придется, соответственно, покупать новый фискальный накопитель и кассу по новой регистрируйте. А если говорить все-таки о бизнесе и о честности, даже при установке новых вот этих онлайн-аппаратов тоже может быть и завышена цена, и на сам аппарат, еще вот на эти устройства необходимые. Если предприниматель вдруг понимает, что его тоже вот цена завышена, куда им обращаться? Вы можете в этом вопросе помочь? Да, конечно. Ну, любая реформа, она никогда не проходит идеально. Всегда бывают какие-то ажиотажи, какие-то... Кто-то может даже воспользоваться. Ну, да, так и есть, так и произошло на территории ряда субъектов Самара не исключение, потому что при дефиците информации, а действительно, часто налогоплательщики, ну, забывают о том, что у нас информация сейчас в открытом доступе, и налоговая служба всегда по телефонам дает все разъяснения. Но были отмечены случаи у нас в области, когда кассовые аппараты продавались в 4-5 раз дороже вот их фактической стоимости. Для того, чтобы это избежать, а это на самом деле избежать очень просто, необходимо зайти на сайт налог.ру, в специальный раздел, который посвящен контрольной кассовой технике. Там в открытом доступе есть специальная, скажем так, методическая информация, которая содержит цены на абсолютно все модели контрольной кассовой техники, которые сейчас доступны к продаже. Эти модели контрольной кассовой техники можно купить либо у представителей заводов-изготовителей, которые есть на территории Самарской области, либо у каких-то региональных представителей. Их цена действительно приближена к рыночной, ну, за исключением там какие-то свои логистические, может быть, ставки они делают для того, чтобы само собой в минус не работать. Плюс значительная часть производителей может продать контрольную кассовую технику в розницу через интернет-магазин. То есть напрямую вы заходите на сайт завода-изготовителя, заказываете у них, ну, как пиццу, вот заказываете, только тут срок ожидания будет не один день, а в среднем от 10 до 15 рабочих дней, и контрольная кассовая техника к вам приходит по цене завода-изготовителя. Кроме того, если у вас какие-то сомнения возникают по цене той или иной контрольной кассовой техники, точнее, марки. И вы можете связаться либо с налоговым органом, это может быть инспекция по месту вашего учета, все телефоны также расположены на сайте налог.ру, можно ознакомиться, либо с управлением. И сегодня во время фирмы тоже, кстати, эта строчка у нас есть. Да, конечно. Мы всегда вам подскажем, дадим контактные телефоны, лиц, с которыми вы можете переговорить, и выбрать удобный для вас наиболее подходящий вариант для приобретения контрольной кассовой техники для того, чтобы не откладывать переход. А как определить, в чем разница между старыми аппаратами и новыми? Мы тоже должны представить, даже обыватели, покупатели должны тоже видеть и понимать, в чем разница, потому что они тоже будут пользоваться, пусть не очень посредственно. Очень важный момент, я вот сказал про честную конкуренцию, но одним из главных моментов, который в обязательном условии преследовался принятием федерального закона и все положения, которые были внесены, именно продиктованы в том числе и этим, это защита потребителя. На текущий момент, вот когда наступит 1 июля, и 1 июля следующего года, когда уже абсолютно все перейдут на применение контрольной кассовой техники нового образца, для потребителя возникает простейший способ гражданского контроля в первую очередь, и во вторую очередь обеспечение, скажем так, гарантий для него самого, как в том числе и гарантий по возврату денежных средств и так далее, и так далее. Смысл в следующем. Контрольные кассовые чеки в их, скажем так, формате, который будет с применением ККТ нового образца, будут содержать ряд дополнительных реквизитов, в том числе, скажем так, зашифрованный QR-код. Ну, сейчас такое популярное в большинстве сегментов вещи, как код, который, просканировав который, а просканировать его можно при помощи обычного смартфона, можно получить всю информацию. На текущий момент доступно для скачивания, и всем рекомендую, сам активно пользуюсь, приложение на платформах Android и iOS, проверка чека. Это приложение, разработанное гнивцей ФНС России, где можно просканировать чек. Он автоматически добавляется в ваши чеки, его можно распечатать в любое время, которое вам необходимо, поэтому хранить чеки на бумажном носителе такая необходимость уже отпадает. Можно проверить чек прямо в этом приложении, то есть программа проверяет подлинность этого чека, действительно ли эта контрольная техника зарегистрирована, является ли этот чек подлинным. Если всплывает сообщение, что чек не прошел проверку, из этого же приложения отправляется информация налогового органа. И мы уже реагируем, проверяем, по какой причине тот или иной чек не был выгружен на сервер ОФД. Да, действительно, польза есть. Ну, вот еще один какой-то новый программный продукт обсуждается, виртуальная касса. И тоже с установкой на телефон или планшет, с возможной установкой. Вот скажите, насколько это все реально воплотится в действительность в нашу жизнь или нет? Или есть какие-то тут тоже несовершенства? Ну, скажу так, этот вопрос обсуждался в том числе и с нашим участием, и в торгово-промышленной палате, и в губернской думе. Наша позиция следующая. Чем больше контрольной кассовой техники различных образцов и видов будут доступны для покупателей, тем лучше. Здесь вот с этим конкретно проектом, мое мнение, что он все-таки требует дополнительного исследования, поскольку стоит вопрос по защите информации. Если мы говорим о контрольной кассовой технике, которая сейчас включена в реестр, обязательным элементом этой контрольной кассовой техники является фискальный накопитель, который обеспечивает криптошифрование всех данных, содержащихся при тех процессах, которые происходят внутри кассы, скажем так, условно. А вот с онлайн-режимом, как, скажем так, виртуальная касса, которая доступна для скачивания, здесь все-таки надо, чтобы специалисты досконально излучили этот вопрос, чтобы не было возможности, скажем так, у тех недобросовестных новоплательщиков, которые раньше скручивали кассы, сейчас скручивали виртуальные кассы. Ну и, само собой, встает вопрос по тем местностям, как я уже сказал, их очень много на территории Самарской области, где сигнал интернет неустойчив, как они будут эксплуатировать этот вид кассы. Но, опять-таки, я скажу, что мы, как специалисты в части налогового законодательства, но не до конца сильные в технической части, чем больше касс будет доступно для населения, тем нам лучше. Да, а что касается вот этих новых касс, легко ли сами продавцы обучаются ими пользоваться, и может ли, опять же, налоговая инспекция в этом помочь? Потому что вот вы уже называете столько новых терминов, что кажется, что, может быть, сложно кому-то и освоить это. И где можно этому научиться? Да, да, да. Ситуация следующая, что действительно какие-то переходные моменты вызывают недопонимание зачастую у налогоплательщиков. На самом деле никаких сложностей нету при простейшем обучении, либо при простейшем разъяснении. Все налогоплательщики практически сходу понимают, о чем идет речь. Но для того, чтобы, конечно же, помочь, разъяснить, подсказать, показать, как зарегистрировать контрольную кассовую технику, где можно посмотреть цены, какие действия можно выполнять через личный кабинет и так далее, и так далее, на территории Самарской области есть несколько вариантов взаимодействия, в том числе с налоговым органом. Первый – это контактные телефоны, которые расположены на сайте налог.ру, это по каждому территориальному налоговому органу и телефоны управления. А также буквально недавно решением руководителя управления в каждой инспекции были созданы открытые классы. Их режимы работы совпадают с режимом работы самой инспекции, можно в любое время подойти в налоговый орган. И сотрудники налогового органа ответят на все интересующие вопросы, покажут, продемонстрируют все ролики, которые обучат, скажем так, помогут разобраться в каких-то нюансах, переходных моментах. И подскажут, также дадут контактные телефоны, где контрольную кассовую технику можно приобрести. Такой же класс, насколько я знаю, по совместному совещанию был создан при торгово-промышленной палате. И мы также принимаем участие в разъяснении. Да, у нас, кстати, тоже есть ролик от налоговой службы по всем вот этим вопросам. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. С 1 февраля 2017 года поэтапно вводится в действие новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Он предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы в электронном виде через операторов фискальных данных. С этого момента регистрация кассовых аппаратов осуществляется только по новым правилам. Процедура стала проще. Кассы можно зарегистрировать онлайн в личном кабинете на сайте налог.ру. Согласно новым правилам, кассовый чек может отправляться покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Если вы осуществляете торговлю и принимаете к оплате наличные средства и платежные карты, то перейти на новый порядок вы должны не позднее 1 июля 2017 года. Но если вы являетесь плательщиком единого налога на вмененный доход или используете патентную систему налогообложения, а также если занимаетесь выполнением работ или оказанием услуг, то до 1 июля 2018 вы можете осуществлять расчеты без применения кассовой техники. Как и раньше, выдавать подтверждающий платежный документ по требованию покупателя. Только после 1 июля 2018 года вы будете обязаны применять кассовые аппараты. Общее правило таково. Если вы не были обязаны применять кассовые аппараты, то до 1 июля 2018 года можете работать без них. Имеются также исключения, когда можно не применять кассовые аппараты или применять их в автономном режиме, без передачи информации в налоговые органы онлайн. Кстати, если вы принимаете к оплате платежные карты через интернет, то теперь достаточно отправить чек покупателю в электронном виде. Личный кабинет на сайте налог.ру помогает решать многие вопросы по использованию кассовой техники, а также осуществлять мониторинг и анализ своих расчетов в режиме реального времени. Новый порядок существенно сократит количество проверок в ваших точках продаж. Вся информация будет доступна налоговой службе онлайн. Благодаря новой технологии создаются комфортные и равные условия для предпринимателей. Формируется здоровая конкурентная бизнес-среда. Онлайн-кассы. Это просто и удобно. Просто и удобно. И я бы еще добавила, все-таки затратно для предпринимателей. Это тоже определенные вложения, которые не всегда, может быть, приветствуются. Работали, работали, и тут нужно опять что-то покупать. Тут ситуация следующая, что, конечно же, затраты неизбежны, поскольку контрольная кассовая техника нового образца – это не просто название, это действительно новые современные продукты, в составе которых паншеты с различными функциями сканеров, 3D-сканеров, 2D-сканеров и так далее, и так далее. С возможностью подключения к классской системе учета, к 1С бухгалтерии и так далее, и так далее, и так далее. То есть возможности безграничны с точки зрения учета и реализации продукции, которые есть на складе, ну, либо оказания услуг. При этом, само собой, законодатель в том числе понимает, что значительное бремя по приобретению контрольной кассовой техники ляжет именно на малый и средний бизнес, поскольку крупные сектора, они уже перешли в большей своей части на контрольную кассовую технику нового образца. И когда, наверное, скупаешь в массовом порядке, это все-таки удешевлеет, да? Ну, не сказать, что это сильно удешевлеет, просто налоговая нагрузка, которая несется такими крупными игроками на рынке, как ритейл, все-таки для них это несущественно. И окупаемость позволяет перейти. Не почувствовать это, ну, не так. Да, если мы говорим про стоимость контрольной кассовой техники, то на текущий момент новую контрольную кассовую технику с фискальным накопителем можно приобрести, ну, начиная от суммы 17 900. Это если вот совсем новую. Если говорим о комплектах модернизации, то они начинаются от 5 тысяч, 8 тысяч, то есть это существенно дешевле. Но комплекты модернизации, я напомню, это в случае, если контрольная кассовая техника у вас есть, она старого образца, но завод-изготовитель предусмотрел возможность модернизации. Вот в этом случае можно модернизировать. А вот, как я уже сказал, минимальная стоимость самых простейших касс 17 900. Но тут законодатель с инициативой вышел, в первом чтении Госдумы уже прошел законопроект, который предусматривает специальный налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей на каждую контрольную кассовую технику. А что это значит? Это будет доступно для таких категорий, как патент ЕНВД. Это именно тот малый и средний бизнес, о котором мы говорим, которые должны будут через год перейти на применение этих контрольно-кассовых машин нового образца. Смысл в следующем, что налогоплательщик приобретает контрольно-кассовую технику за определенную сумму и после сдачи декларации имеет право уменьшить налоги, подлежащие плате в бюджет, на 18 тысяч рублей по каждой этой самой машине. То есть, в принципе, государство скомпенсирует затраты налогоплательщика на приобретение контрольно-кассовой техники нового образца. Да, ну вот это такая приятная новость. То есть, она еще должна пройти второе чтение, да? Ну, да. Ну, скорее всего. Мы все-таки рассчитываем, и никаких предпосылок для того, чтобы не прошло, нету. Поэтому надеемся, что в ближайшее время будет подписано все. И на следующий год налогоплательщики, которые будут обязаны применять ККТ уже 1 июля 2018-го, смогут этим воспользоваться. Ну, пока вот таких льгот и вычетов нет, все-таки я так предполагаю, что могут быть и нарушения, и специально, да, какие-то такие действия, направленные на то, чтобы всего этого избежать, минимизировать свои какие-то расходы, и даже еще, может быть, нагреть на чем-то руки. Скажите, ответственность за все эти нарушения предусмотрена и какая? Конечно, конечно. Как и раньше, специальные статьи содержались в КОАП, но в связи с принятием поправок в федеральный закон, изменения претерпели и статьи Кодекса об админициативных правонарушениях. Если раньше штрафы в отношении таких нарушителей, они исчислялись в каком-то фиксированном размере, и зачастую уплательщикам было дешевле уплатить штраф, чем отказаться от той самой схемы неотражения полной выручки, то теперь так называемая уравниловка она исключается, поскольку в КОАП внесены изменения, и размер штрафа будет пропорционален сумме непробития по чеку. Я скажу на примерах, за неприменение ККТ в установленных законодательствах случаях предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц от 1,4 до 1,2 суммы непробития по чеку, но не меньше 10 тысяч рублей. На юридических лиц от 3,4 до полной суммы непробития по чеку, но не менее 30 тысяч рублей. То есть тут, собственно, кто на что наработал, тот ту меру ответственности и получит. Не справедливо, с другой стороны. С размером совершенным административным правонарушением. Плюс за повторные нарушения, если они будут установлены, предусмотрена на должностных лиц дисквалификация, а на юридических лиц административное приостановление действенности на срок до 90 суток. Это если будут выявлены повторные нарушения. Очень часто поступают вопросы, в том числе от новоплательщиков, от организаций, которые занимаются продажей КАС на территории Самарской области. Тут я отмечу, что, помимо всего прочего, есть такая категория новоплательщиков, как продавцы алкогольной продукции. Вот для них новый закон начал свое действие уже с 31 марта текущего года. Поскольку в 171 ФЗ было прямо предусмотрено, что реализация пива, Пуарену и другого вида алкогольной продукции необходимо осуществлять примем ККТ. Раньше это бы допускалось без него. И вот уряд новоплательщиков не только на территории нашего субъекта, но и в других регионах возникла ситуация, что они оплатили контрольную кассовую технику, но поставки по каким-то логистическим задержкам не были осуществлены. В связи с этой ситуацией Минфин России выпустил соответствующее письмо, и этим письмом мы руководствоваться будем обязательно. Смысл его заключается в следующем, что если в ходе расследования дела об административном правонарушении будет установлено, что вина лица отсутствует, а именно он заблаговременно заключил договор поставки на контрольную кассовую технику, но по каким-то причинам она не пришла, не была установлена на его точке. В этих случаях вина его исключается, и ответственность по данной статье не наступает. Но опять-таки налоговый орган будет проверять все досконально, потому что сейчас мы уже фиксируем такие ситуации, что предлагаются фиктивные договоры поставки и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, мы проверим и факт оплаты, и факт заключения договора, и если действительно платежщик не по своей вине не применяет ККТ, то он будет освобожден. А гражданский контроль в данном случае может чем-то помочь? И вообще вот не только налоговые участвуют и потребители, а еще кто во всей этой реформе, переходе? Депутаты или кто еще? Ну, поскольку реформа, а это именно реформа, она затрагивает сферы, с которыми, именно сферу, с которой мы сталкиваемся повседневно, это реализация товаров, оказание услуг, практически все заинтересованные органы, исполнительные законодательные власти, они участвуют и на территории нашего субъекта в том числе. На постоянной основе уполномоченной по защите прав потребителей проводят открытые совещания. На протяжении последних месяцев в этих совещаниях в приемах граждан участвуют представители налоговых органов, которые помогают также забраться в вопросах переходных, в каких-то моментах по новому закону. В Госдуме, вот как вы уже говорили, в губернанской думе недавно рассматривался вопрос, связанный с новым видом кассы, как, так скажем, онлайн-кассы, которые скачиваешь себе. В торгово-промышленной палате постоянно проходят совещания, налоговыми органами с представителями производителей проводятся семинары. Если говорить про общественный контроль, мы его немного уже касались, действительно мы рассчитываем, что именно общественный контроль обеспечит наибольший результат и наибольший отклик по применению ККТ нового образца, поскольку визиты налоговых инспекторов, они будут сведены к минимуму, поскольку теперь налоговый орган, собственно, нет никакой необходимости выходить к предпринимателю. Все кассы регистрируются онлайн через кабинет, вся отчетность выгружается, ну, я имею в виду отчетность, связанная с реализацией товаров, оказания услуг, тоже выгружается через серверы, поэтому налоговикам необходимо выходить только в крайних случаях для уже мер реагирования, которые были выявлены, в свою очередь, именно теми гражданами, которые проверяют чеки и сохраняют их себе в электронном виде. Да, ну до 1 июля совсем, ну не так много времени, практически месяц там с небольшим, поэтому вот что еще можете посоветовать, и как предпринимателям, так и потребителям услуг, вот о чем нужно помнить? Ну, действительно... Вот именно при переходе, сталкивались с новым с чем-то. Правильно сказали, что осталось совсем немного. На текущий момент мы держим связь практически со всеми представителями, крупными представителями производителей, либо перепродавцов, условно скажем так, кто продает контрольную кассовую технику на территории нашего субъекта. В наличии достаточное число аппаратов, которые позволят обеспечить переход в установленные сроки. От налогоплательщиков что нужно? Заблаговременно, ну уже остался месяц, поэтому об этом как-то говорить уже, наверное... Заблаговременности тяжело, но тем не менее срок еще есть. Связаться с такими компаниями, выбрать контрольную кассовую технику, которая подходит именно вам. Заключить договор, осуществить оплату при возникновении каких-либо вопросов. Вопросов, связанных с применением ККТ, как я уже сказал, открытые классы работают в каждой инспекции. Да, и можно вот обращаться по тем же телефонам, которые в течение всего эфира выходили. И все спорные вопросы, и проблемные, и вообще просто вопросы адресовать налоговым органам. Спасибо большое за то, что пришли. Рассказали о такой важной информации, о переходном периоде, который уже совсем скоро завершится. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»